Донбасс Встречи прошли также во всех четырех профильных подгруппах. Как сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина, на повестку встречи контактной группы были вынесены гуманитарные вопросы и блокада Донбасса с украинской стороны. Особое внимание было уделено переговорам в гуманитарной подгруппе. Подробности встречи рассказала уполномоченная по правам человеков ДНР Дарья Морозова, которая представляет республику в данной подгруппе. По ее словам, стороны обсуждали экологическую ситуацию в Донбассе. Также Морозова сообщила, что на утро пятницы 28 апреля запланирована процедура верификации военнопленных. При этом она выразила надежду на то, что никакие провокационные действия отдельных представителей официального Киева не сорвут достигнутые договоренности. США окажут давление на КНДР путем ужесточения экономических санкций. Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис, госсекретарь Рэк Стиллерсон и директор национальной разведки Дэн Коутс. По итогам брифинга президента Дональда Трампа с сенаторами, посвященного политике Соединенных Штатов в отношении Северной Кореи. По словам чиновников, подход Вашингтона направлен на то, чтобы заставить КНДР отказаться от своих программ разработки ядерных баллистических ракет и программ по распространению оружия. Они отметили, что США взаимодействуют со своими союзниками для усиления давления на Пхеньян, а конечной целью является деэскалация конфликта и возвращение на путь диалога. Также политики затронули вопрос ядерного разоружения полуострова. По итогам брифинга его участники пришли к выводу, что Соединенные Штаты будут стремиться к решению этого вопроса мирным путем. Между тем, в КНДР считают, что действия США на корейском полуострове ставят регион на грань ядерной войны. Соответствующее заявление было выпущено постоянным представительством страны при ООН. При этом, ведомстве отметили, что размещение администрации Трампа сил в регионе никогда не запугает КНДР. Утром 27 апреля СМИ сообщили о нескольких взрывах в районе международного аэропорта Дамаска. Позднее появились подробности произошедшего. Как стало известно, ливанскому телеканалу «Аль-Монар» мощный взрыв мог произойти в результате израильского авиаудара. По некоторым данным, удары нанесены по находящейся в районе аэропорта военной базе. В результате налета в окрестностях воздушной гавани вспыхнул сильный пожар. Это стало следствием возгорания на складе с топливом. Утверждается, что этот склад принадлежал организации «Хазбалла». Взрыв причинил только материальный ущерб, жертв нет. Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали.